Батчанга, мои граждане, я вас приветствую всех. Мы находимся в самом центре Стокгольма, позади меня в Национальный музей Швеции. И сегодня наше видео будет именно об этом музее, а точнее об удивительном ограблении, которое тут произошло 20 лет назад. Как передавали тогда СМИ, трое вооруженных мужчин подплыли на моторной лодке к музею, вошли внутрь и, угрожая охране и посетителям, забрали три картины. Общей стоимостью в 30 миллионов долларов. Чтобы отвлечь полицию, в других районах города были подорваны автомобили, а на подходе к самому музею разбросаны гвозди и колючая проволока, чтобы полиция не могла подъехать к месту преступления. Вот такие тут события разворачивались и сейчас я вам покажу это более подробно. С самого начала, как это все произошло? С самого начала, тяжело. С самого начала рассказывать не буду, это долгая история. Начну с самые необходимые факты, самые необходимые вещи, как я тебе уже пообещал. И в первую очередь хочу поздравить страну Пачанга. Ага, от души. От души с десятилетиям все-таки уже такой серьезный возраст. Срок. Срок, это же уже, да, пожизненно уже выходит за 10 лет. Так что, ну да, но пока что и всех твоих обитателей твоей страны Пачанга, тоже поздравляю всех и я думаю, ты их по-прежнему будешь радовать своими рассказами, своими новостями. И мне, людям интересно, не побывав где-то, увидеть то, что там происходит. Да, да, да. А сегодня какая история ждет? А сегодня история ждет неизвестно какая. Шикарная история. Посмотрим, как мать ляжет. Вот такой вот здесь ход. Ты меня спрашивал о истории происхождения, ну, какие-то факты, какие-то факты, которых никто, в принципе, не знает. Есть такое дело, это ограбление национального музея, о котором ты у меня спрашивал. Это дело произошло, как вы помните, уже перед Рождеством 2000 года, да, между 2000 и 2001, так? Так и да? Вроде да. Вроде да. Кто-то должен издать собой, не издать. Да, да, да. Ну, надеюсь, я говорю сейчас все верно, да. Поэтому это произошло тогда, и в этом деле был замешан тоже русский, которого потом писали 42-летние, но так как пошло время, 43-х, там, 46-ти. С каждым годом все старше. С каждым годом он старше, а дело так они и не могли до ума довести. Но по итогу, конечно, светская полиция работает хорошо, ну, как, хорошо, неэффективно, но по итогу они все равно как-то добиваются какой-то цели, мы должны это отметить. Почему? Потому что говорить, что они вообще бестолковые, нет. И в некоторых моментах они даже заведомо понимая, как обстоят дела, они выставляют это так, как это удобно им. К сожалению, наверное, вся полиция, или полиция, нет такого понятия, общая полиция, ну, полиции разные, странно, наверное, работают точно так же. Я так думаю. То есть, не имея всех карт на столе, они выбирают то, что есть, из этого хотят слепить там какой-то покер, понимаешь. Ну, иногда получается, иногда нет. В деле ограбления национального музея, наверное, это было как-то иначе. Была история такая, когда этот русский сидел за какое-то незначительное преступление, сидел в открытой тюрьме. Это он сидел в тот момент, когда это ограбление произошло? Нет, он сел до этого, до этого, естественно. К этому делу это не имело никакого отношения. И он отсижил там свой срок, и, как я понимаю, у него оставалось там порядка 100 дней. Получил разрешение на поход к своему адвокату по какому-то личному вопросу, не касающемуся, ничего того, о чем мы будем говорить сегодня. Выехал туда и встретился уже с человеком, который день до этого ему в тюрьму. Если это можно так сказать, эта тюрьма, это класс 4, там, в принципе, нет никаких ограничений в движении на территориях и так далее, и так далее. Постоянно открыта дверь, дверь, по-моему, закрывали вообще в полдесятого. То есть, вот какое-то такое было время, с утра раскрывали эти все двери, в полдесятого закрывали, и передать какую-то информацию или какую-то вещь, посылку, что-нибудь еще на территорию тюрьмы не... Не проблема была? Вообще не было никаких проблем. За день до этого ему передали фотографии тех картин, которые украли в Национальном музее, в тот момент, когда он сидел, чтобы это была понятна, картина, да? Уже украденных картин. Да. То есть, уже преступление произошло. Он сидит. К нему обращаются, когда он там. Тюрьма такая легкая, у всех мобильные телефоны есть. И у него тоже же был. И позвонили люди, с которыми он тоже так сидел. Говорят, то-то, то-то, там есть кое-какие картины, хотим показать. До этого уже был разговор, что, возможно, есть такое банкротство в каком-то там... Как в какой-то фильме есть дорогие картины, какой есть интерес. Ну, интереса не было как такового. Но вопрос был такой. Тарусский говорит, дайте мне фотографии, я посмотрю, о чем идет речь. Чтоб я понял, куда вы меня... Как бы, а потом примут решение. Ну, и в этой ситуации вдруг такое дело, он уже читает газету, что там ограбление уже было. Он понимает, может быть, это оттуда. Ну, любопытство и какой-то такой азарт. Его толкает на том, ну, хорошо, покажите, какие у вас картины. Вы о чем речь идет. Понимая уже, что, возможно, это те картины, которые только что ограбили. Ему дают в тюрьму фотографию. Фотография с сегодняшней газетой. Но дают только две картины. Фотография молодой парижанки и конверсейшн, как это, разговор по-русски. Этот, Ренуара. Но так как в газетах писалось, что украли три картины, значит, третьи картины так и не дали фотографии. Ну, у него была возможность целая ночь посмотреть эти фотографии. Естественно, он там оставляет пальчик. А какой же, ну, это не его, как бы, вопрос вообще. То есть, это не его тема. Ну, ему показали, ну, показали бы что-нибудь еще. Ну, показали бы там другую какую-то вещь. Не обозначает, что он это делал. Ну, как потом это выяснилось, вопрос-то шел о чем? Вопрос шел о сбыте, сбыт. Это нужно было куда-то сбыть, куда-то. Потом выходит новая статья. Как раз в этот же день, когда следующий день у него посещение адвоката. Он должен был поехать к адвокату. У него машина стояла сзади территории. Все официально он вышел. Сел в собственный автомобиль. Поехал к адвокату. Сделал те дела, которые он должен был сделать. Возвращается, его уже арестовывают. И вот до адвоката он встречается с тем человеком, который ему послал эти фотографии в тюрьму. Он возвращается и говорит, вы что, с ума сошли? Меня это вообще не интересует. Если бы я понимал четко сто процентов, хотя я уже понимал, говорит он, что это те фотографии, то есть это те вещи, которые были взяты в Национальном музее пару дней назад. То есть я бы не влез бы в это дело, так говорит он. И вот этот разговор между ним и тем, кто ему послал фотографии, уже снимает полицейский. На видео. Ну, так как он стоит спиной, его речь не слышна. Ну, не видна так мы говорим, потому что потом это разбиралось от глухонемыни. Весь разговор был потом разобран по буквам. От глухонемыни определяли, что было сказано. Ну, это тоже такая полка двух концов. Что там говорят, то, что ты видишь, а то, что ответили, непонятно же, да? Ну, суть не в этом. Ну, и как я понимаю, этот русский очень сильно ругал того, кто послал фотографии, сказал, что ты сумасшедший, зачем ты меня в это дело ввязываешь, мне это не надо. И стоит тот парень, машет газетой, в газете уже пишут, что грабители или сами, или через своих посредников уже попробовали вернуть эти картины в государство. И запросили 30 миллионов кром. Ну, вроде сами грабители. Да. Ну, или они сами, или через каких-то посредников. Как потом опыт показал, ну, не опыт, а вот произошедшая история показала, что это были посредники. Посредники, которые не имели отношения к самому ограблению. То есть грабители вышли на какие-то посредники, а посредники решили напрямую обратиться к государству, так получилось? Ну, да, там получилось совершенно иначе. Даже посредники сами вышли на этих грабителей. Не грабители на посредников, а посредники на грабителях же все хотели на этом что-то заработать. Все же уже понимали, что дело горячее. И понимали, кто это сделал, и тот, кто это сделал, вот такой человек не особо одаренный, так мы прямо скажем, но авантюрист. Чистый авантюрес, но не особо одаренный, потому что оказалось, по сути, что тот, кто это сделал, это тот человек, которым сидел этот русский, ну, одновременно, не заодно и то же дело. И в тюрьме получилось так, что это, ну, такой достаточно приятный парень, ну, которого просто называли неудачник, знаешь, под шведский Улюкс Фогель. Он швер был, да? Да, он был чистый швед. Ну, Улюкс Фогель это так, перевод, несчастливая птичка. То есть, все, что он не делал, он за все попадал, никаких денег он никогда не заработал на том, что делал, но делал преступление за преступление. Как будто поставил это на какое-то, я делаю преступление, но дальше мне ничего не интересует, я хочу только это сделать. То есть, он до этого какое-то серебро украл в каком-то музее, серебро забрали. Он работал банкиром, кстати, работал в банке. Он еще банкиром украл. Перевел на каких-то югославов несколько миллионов крон, выкрал их с какого-то счета, переслал их, они должны были обналичить. Ничего такого они не сделали. Они обналичили, ему денег не дали, парень. Ну, югославы, есть вопросы. То есть, он все время, все, что он делал, после того, как вот это он ограбил национальный музей, который картины, ни одной картине, он толком так ничего от этого пользы никакой не получил. Только одни проблемы и втянул в эти проблемы всех, и этого русского тоже. Потому что получается, что, ну, если ты у тебя в голове, ну, не особо ты одаренный парень, то ты, конечно, делаешь ошибки не только для себя, а для всех окружающих. То есть, опасен, в первую очередь, для всех остальных. То есть, это надо было предугадать, даже если ты понимаешь, что ты идиот, даже если ты понимаешь, что ты с этим человеком не надо иметь дело. Ну, если он к тебе постоянно звонит, наяривает, ну, как, ну, сказать, пошел, ну, менять номер, не знаю, как. Тем более, в одной тюрьме сидят. Да, тем более, сидели в одной тюрьме, и они, как говорится, сидели в так называемой, это, фертруиндеродет. Фертруиндеродет, это как, ну, в шведских тюрьмах есть такое понятие, фертруиндеродет, чтобы не говорить со всеми. Заключенными, управление тюрьмы, хочет говорить с какими-то конкретными тюрьмами. Потому что скандалы, эксцессы, какие-то ситуации, они есть каждый день. И чтобы они говорили со всеми, пускай заключенные выберут себе управление какое-то из нескольких людей, которые будут идти говорить с начальством. Тюрьмы от лица всей тюрьмы. Типа смотрящие, так сказать? Ну, так, да. Это авторитетно. Вот, русский этот был в таком статусе в тюрьме. И, как ни странно, этот швед. Ну, почему швед этот? Ну, потому что он действительно достаточно образованный, интеллигентный парень. Очень приятный в общении, но вот это криминальный путь. Он выбрал совершенно неправильный, то есть это не его. Ну, так как он умел говорить, он умел все-таки убеждать людей и все остальное, выбрал его тюрьму, пускай будет он. Ну, если все остальные там пальцы с веером, не могут двух слов сказать БМР. Вдруг человек, который на правильном шведском языке, понимаешь, объясняет вещи. Да, короче. Значит, они с ним вдвоем сидели, русский этот швед, организатор этого всего, да, получается, главный? Нет, что-то организатор этого чего? Ну, этого кражи, это музей ограбления. Я к этому еще не дошел. Вот этот швед оказался в дружбе с этим русским. Он ушел перед Рождеством, пошел в отпуск в декабре когда-то, даже не перед Рождеством, а пораньше. И его мысль оказалась такая, как это по итогу было ясно, его мысль была такая. Во время отпуска сделать преступление, сделать ограбление Национального музея, выкрасить эти картины, затылить их там где-нибудь под подушечку, ну и ждать своего времени. Никто бы мог подумать, он был в отпуске, он опять в тюрьме. То есть хотел все так быстренько-быстренько, как обычно, все основные преступления делаются теми преступниками, как в момент, когда они еще сидят. Но у них есть уже выход, понимаешь? А выход, это у него был. Тюрьма легкая уже, он досиживал, там у него было 5 или 6 лет срока. В его деле, в котором он сидел, по-моему, банковское вот это дело, которое переводил деньги и не получилось. Короче, он вышел в отпуск, был в контакте с этим русским тесным, русский не подозревая, о чем идет речь. Потому что его в это дело не втягивали, но держали с ним дружбу, по каким-то обстоятельствам. Видимо, мысль была по итогу, может быть, в Россию послать эти картины, понимаешь? Может, искать эти пути. Ну, вышел и не вернулся. Но ограбление не совершил. Там у них что-то не пошло в первый раз. Это было в начале декабря. Что-то пошло не так. И вот он наяривает по телефону в тюрьму к этому русскому, который сидит уже в тюрьме и говорит, послушай, поговори с шефом, мы же все-таки фертруин де рода. Может, он мне даст возможность вернуться назад. Я не хочу это место терять. Мне там нравится, все в порядке. Ну, я так немножко там сошел с пути. Да, загулял один день лишний. Ну, этот русский идет, естественно, к начальству и говорит, верните его. Ну, вы же знаете, он нормальный. Нормальный и все в порядке. Они говорят, ну, закон есть закон. То есть, три дня у него было. Если он там, по-моему, на сутки опаздывает, до суток он еще может вернуться, там, что-то объяснение какое-то, получить один день над бабочкой, там, за опоздание. А так, они говорят, ну, он уже там, типа, три-четыре дня ему нет. Он должен теперь начать весь процесс заново. То есть, сдаться в полицию, они его отвозят в КПЗ. КПЗ потом идет через распределитель, и его уже посылают в ту тюрьму, которую он должен досидеть. А ему там оставалось вообще на месяц-полтора. Ну, он говорит, ладно, раз так и открыть, так уже делать не буду. Уже погуляю по Рождеству, погуляю Новый год, а там будет видно. Ну, о своих-то планах он ничего не говорит. Откуда, кто знает, чем он будет, что он будет делать. Ну, так гуляй ты, гуляй. И вдруг это ограбление Национального музея. И вдруг это предлагают этому русскому какие-то картины. Русские без любопытства говорят, дайте фотографии, дают фотографии. Он их возвращает на следующий день, так как я уже говорил, у него было время у адвоката, а полиция уже за ними, за всеми. Получается, и русский попал под раздачу. Под раздачу с этими фотографиями. Ну, как только они расстались, этот русский идет к адвокату, а этого уже арестовывают, потому что там уже фильмы там снимают камерами, все уже, за всеми идет отслежка. Этого, значит, арестовывают, берут у него, ну, конверт с фотографиями, на фотографиях пальчик русского. Русский выходит только от адвоката, уже понимает, что это он. Какое-то дело к этому берут, и его тоже. Берут всех, берут еще каких-то людей, совершенно неизвестных никому ничего, и начинается этот процесс. Не знаю, друзья мои, где хранятся картины, которые были украдены, но начнем с самого начала, да, смотрите, внизу у нас вот такой зал с колоннами, да, чем-то он мне напоминает Ватикан. О, ничего себе, огромнейнейший, просто огромнейнейший, просто статуи. Я так понимаю, это Греция, Римская империя, вот это, да, видите, Национальный музей Швеции, оказывается, что можно встретить. Ну, это 100%, да, Греция, Римская империя, Византия. Вот такой дворик, вот в этом дворике представлены вот такие экспонаты, в том числе и вот эта ваза здесь стоит, потолок какой красивый. Так, ну что, здесь картин наших точно нет, поэтому мы пойдем дальше. Процесс длится, опять же таки, попадает под два, две таких силы. Есть такая, Рикс Крим, и вот выглядело из головы, то есть Рикс, это государственная, это криминальная полиция, а есть городская криминальная полиция. А, Ленс Крим, это областная. Ленс Крим и Рикс Крим. У каждой области есть Ленс Крим, то есть это область. А общее, интернациональное даже, полиция, она называется Рикс Крим, которая уже сотрудничает с заграницей, там, и туда-сюда, то есть через нее идут какие-то. Ну, так как дело было большое, они начали между собой воевать. Рикс Крим говорит, это такое интернациональное дело, которое мы должны забрать. А Ленс Крим говорит, нет, мы не отдадим его, потому что это наше дело. Ну, вот Ленс Крим каким-то образом выиграл, а там сидел такой очень коррумпированный полицейский, Лейф Лили Форш, Лили Форш, не помню, Лейф Лили Форш, Лили, вот что-то вот такое. Это начальник был, да? Начальник, да, да, да. Он был начальник отдела, не самой, не Ленс Крима, а именно какого-то оперативного отдела, которые работали очень коррупционными методами, это организация, да, это организация даже. То есть, потом, по итогу этого же инспектора полиции, он был арестован и отсидел в тюрьме. Он уже не полицейский на сегодняшний день. За его методы, за его, как он, кстати, работал. Там они подкидывали оружие, оружие было меченое, подкидывали оружие криминалам. Те пользовались этим оружием, потом уже понимали, что это оружие. Да, это целая история. Там у него, ой, с наркотиками вообще пипец. Он сам на наркотиках сидел и все-все-все-все-все. Но, короче, как бы то ни было, вот они выиграли, и эта оперативная группа начала заниматься этим делом. И можешь себе представить, что из этого получалось, да? Когда сам полицейский, это криминальный, ему было все равно, кто, чего, какие там русские. А русский хорошо. Тем более русский такой. Жил в центре города, ездил на хороших автомобилях, имел рестораны собственные, ночной клуб достаточно был известным в определенных кругах. И полиция его, конечно, тоже не любила. Ну, непонятно, а чем там занимаются люди, да? Ночной клуб, там, туда-сюда, бизнесы идут, все-все-все. То есть, он просто болтался перед ногами. А кто? И там садятся за стол, ну, судебное идет следствие, начинается суд, сидит там человек 11 за этим, сидит русский в костюме Версачи, там, первый. Второй этот швед, и пошли, пошли, пошли. И арабы там где-то в самом конце. И никто бы не мог подумать, что вот эти арабы, которые в конце, они являются преступниками. Которых отпускают из здания суда, одному дают год за помощь тому шведу. Помощь такая какая-то, он за пособничество какой-то. Там, дал ему возможность переночевать, вот такое, знаешь, воспользоваться телефоном, вот такая какая-то чушь. Дают один год этому арабу, который является главарем. То есть, ты уже можешь себе представить, как было все дело поставлено, если главарь получает год, а человек невиновный, как этот русский, получает по итогу 8. То есть, получается, главарь все-таки этот араб был, этого ограбления. Они, как я потом по итогу понимаю, главарь не... Там не было одного какого-то определенного главаря, да? Но он оказался таким активным человеком в этом деле, что можно его назвать, в общем-то, он и этот швед. А непосредственно вот ограбление кто совершал? Вот сам музей, как вообще происходило ограбление, можешь я сказать? То есть, они подъехали, они же на катере туда подъехали, к этому музею, получается. Или на яхте, или на катере, на чем-то. Ну, я так понимаю, первый раз не получилось. Почему? Потому что, когда они подъехали уже на катере, точно такая же была схема. Они подъезжают на катере, через воду национальный музей находится рядом с водой, там каналы. Подъезжают на этом катере и видят кучу полицейских автомобилей. И первую мысль, что они думают, елкой-палкой, у нас кто-то вдук. За нами уже приехали 5 автомобилей. И никому в голову не пришло, что это было награждение Нобелевской премии, как раз там 10-11, что-то такое, декабря, что-то вот такое. С этим связано. С этим связано, и совершенно не с их там пребыванием. Смотрите, впереди у нас Grand Hotel. А вот здесь, вот видите, вот это вот место, буквально пару минут. Национальный музей в Швеции. С этой стороны вода. Здесь можно подплыть на катере. Вот, допустим, вот сюда. Прямо ко входу национального музея, получается. Вот видите, вход. И вот здесь вот можно на катере подплыть. То есть они даже настолько были неподготовлены к самому ограблению, они даже не понимали, какие мероприятия ведутся в городе. А вдруг фестиваль какой-то, а вдруг там Нобел, а вдруг... В городе учения идут. Да, а вдруг день рождения короля. Ну, мы же понимаешь, да? Да, да, да. То есть они совершенно вот так, ну, все, поехали грабить национальный музей. Поехали. Сели вот это там, погнали. Ну, вернулись, думают, ой, кто-то нас вдву... Кто? Начинает вычислять. Потом тугие, не тугие. Ну, я же говорю, этот Улюк Споггель все равно как бы... Он как был Улюк Споггель, он даже не мог вычислить, да? Ну, какой он, конечно, глава, ну, какой? Ну, первая попытка у них не пошла. Вот это же он остался. Она делает вторую попытку, как раз перед Рождеством, по-моему. Это уже через несколько месяцев. Или во время, или перед Рождеством, или в день Рождеством, что-то вот такое. Там какие-то цифры были, вот буквально там на следующий день Рождество. Но самое интересное, что у русского в эти дни был отпуск. И русский в эти дни был дома со своей девушкой и еще с одним товарищем. Тоже с девушкой. И отмечал Рождество у себя дома с этой компанией. И тот второй, который был, товарищ, это тоже человек, с которым он был знаком через тюрьму. Ну, через свою, как говорится, посадку. И это тот человек, который потом оказался посредником, посредником в передаче этих картин в государство. Ну, запутанная история, да? Неплохой сериальчик. Да, да, это такой, как бы там, все уже начали выкраивать из этого, что. Ну, русский отказывается, потому что у него нет реалий таких. У него нет возможности отдавать, ворованное, все горячее. Он отказывается, он отдает эти фотографии, сказал, ребята, не надо. А тот авантюрист говорит, у меня есть один знакомый юрист, который был раньше, работал в одной адвокатской компании с настоящим министром юстиции. Министр юстиции был такой, Тумас Бутштюм. Он был адвокат раньше. И его папа, этот Бутштюм, тоже в политике всю жизнь. И через то, что социал-демократы выигрывают, папа политик социал-демократ, но уже такой пенсионного возраста, он толкает сына, и сын становится министром юстиции. Но сын бывший адвокат. И вот этот вот человек, это швед тоже, который сидит и кушает обед вместе с этим русским, знает какого-то юриста, который раньше работал с этим в одной адвокатской компании. И вот он что-то себе представил, что он может заработать на этом деньги. Ну и, конечно, попросил фотографии, получил их до русского. Так, здесь внизу магазин, продаются разные сувениры, в общем, все, что связано с этим музеем. Здесь мы задерживаться не будем. И пойдем вот в эту сторону. Давайте посмотрим, что у нас здесь. А, здесь, скорее всего, для инвалидов места. Видите, вот Швеция, да, пожалуйста. Так вот, ставишь свою телегу и проходишь в сам музей. В общем, нам нужно в другую сторону. А я так понимаю, что нам вообще наверх нужно идти. Картины, притом, такие картины, как Рембрандт и Ренуар, я не думаю, что будут храниться в самом начале музея, да. Поэтому мы с вами поднимемся наверх. Но прежде чем подняться наверх, давайте посмотрим, что у нас с этой стороны. Смотрите, здесь тоже дворик такой. Ага, видите, стоят стулья. Можно присаживаться в этом дворике. Вот такая вот здесь красота. И что-то показывают по вот этому огромному телевизору. Все, что связано с искусством, показывают. Скорее всего, рассказывают все, что в этом музее есть. Ну и вот, получается так, что цепь какая-то вот этих всех действий была все равно вокруг каких-то определенных людей, которые сидели одновременно где-то каждый за свое. Этот русский отказывается. Этот швед, очень, кстати, известный такой швед, что это очень известное было ограбление, которое называется почтовое ограбление. Порядка 20 миллионов. Он за это отсидел там 8 лет, из которых 5,8 эффективного. Он уже вышел, все, у него строительная фирма. Такой серьезный парень. Ну и все вот эти люди вокруг называли этого шведа, которого зовут... Стефан, Стефан Нуштреон. Стефан Нуштреон. Которого зовут Стефан Нуштреон, они его все называли улюксформи. Ну так оно и есть. Ну глянь, он с каких людей подвел. Ну ладно, если ты авантюрист, ну как этот швед, который хотел предложить там в государство вернуть картины и получить 30 миллионов по надежде, что... Вот какое-то кумовство такое, знаешь, типа. Мой товарищ работал с настоящим министром юстиции, значит, они могут договориться там как-то. Ну тоже как-то, да? Нет, совсем адекватное мышление. Ну, суть не в этом. Этот министр юстиции, конечно, подключил все силы, потому что вот обратились люди. То есть к министру юстиции, получается, обратились люди. Лично. Да, лично. Возьми картины. К министру юстиции кумовство началось. Ага. Говорит, вот картины, вы можете их получить, дайте это... То есть, получается, полиция картины ищет, все картины ищут, их же еще не нашли же. Да, не понимают, кто. И вдруг они сами идут и говорят, вот они, вот они, берите. Да, 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 вот вам картины, давайте деньги, какие-то люди. Да, да, да. Ага. Ну, были, конечно, все силы. Она это кинута, и вдруг такая картинка. Тут какой-то русский попадается, у которого там ночной клуб, не ночной клуб, который сидит за... за... как это называется, за... ну, таможенное преступление, контрабанда сигаретами какая-то, вот что-то вот такое. Ну, там, два с половиной года. И тут сидят преступники, который ограбил почтовую машину по 20 миллионов крон, 8 лет. Который перевел деньги из банка, 6 лет. До этого отсидка за серебро полтора, там, за что-то еще, там. Короче, целая история. То есть, у них такой послужной список, знаешь, дай бог. И вдруг сидит этот русский, который, ну, там, пару машин, сигарет хотел, и то там не совсем все удачно вышло. Надеялись, что у него есть достаточные контакты, чтобы отправить это в Россию. А как это отправить в Россию? Ну, если вы говорите одно, а, оказывается, совершенно другое. Как с этим работать? Он отказывается. Но полиция это не устроила, потому что полиция поняла, что взяли все очень быстро. Надо было немножко подождать. Надо немножко было подсмотреть, как это все будет развиваться. Они думают, вот сейчас мы быстренько все это обтяпаем. Взяли всех, дальше. Итог. Русский получает по итогу 8 лет. Ну, это уже от злости, от несостоятельности. Полиция уже отомстила за все. За что только? Ну, отомстила. 8 лет. Тому шведу, который забирает свою касацию из первого суда во второй суд, ему дали в первом 6, и русскому дали 6,5. 6,5-6. Ну, этот забирает свою касацию выше суд. Ему оставляют 6. А русский-то не виноват. Говорит, я иду дальше. Идет дальше, а ему повышают. Из 6,5 до 8. И получается, вы вообще к этому делаете. За то, что он обжаловал, типа? Да, за то, что он обжалует, ему дают еще добавлять. Ага, добавляю. Понял. Ну, не за это, конечно, а там якобы... Но суд был такой. Если первый суд, там, что-то они лепетали, лепетали, то на втором суде они ему говорят конкретно. То есть, на первом даже. Говорит О'Клагере. О'Клагере это значит прокурор. На первом суде было два от прокурора. Один, так называемый, Риксо-Клагере. Риксо-Клагере это тот человек, это очень высокий пост, это пост пожизненный, пока он не уходит на пенсию и не сдает этот пост. Это Риксо-Клагере. Есть Тацо-Клагере, Риксо-Клагере. То есть, из самых высших чиновников несколько-несколько. Все остальные, это Камор, Камор, значит, Уклагере. Камор Уклагере это там обыкновенный обыкновенный прокурор. Ну, который работает с интернациональными какими-то делами, с экономическими, может быть, с какими-то отдельными у них есть направления. Но, тем не менее, это определенный нормальный прокурор. Это Риксо-Клагере. Почему они работали в тандеме? Оказалось, что они живут в одном городке. Городок называется Эсмо. Они дружат с семьями. И тот, чтобы повысить статус этого от Лагера, значит, Риксо-Клагере тащит ее наверх, чтобы поднять ее статус. Но статус же поднимается только, когда дело выигрывает. Значит, им надо выиграть это дело. Иначе ее статус падает. И Риксо-Клагере тоже. То есть, на карте стоят Риксо-Клагере, обыкновенные у Клагере, которые этот тащит второго наверх. И вдруг картинка такая, картина масла. Никто ничего не понимает, как это было. Нет картин, ничего не могут найти. Ну, палец там русского. Несколько телефонных каких-то разговоров, которых не раз... не развернутом состоянии. Просто контакт между друг другом, между вот этим шведом, этим русским, которые вообще говорили не на эту тему. По итогу, да, в конце концов, они начали говорить, мы, я тебе вышлю фотографии. Да. Ну, когда этот русский говорит потом в полицию, так вы дайте мне запись, что мы говорили. Вы же наверняка нас писали. Ну, может, не в самом начале, но в конце-то точно, когда уже нас арестовали. Говорят, нету такого, есть официальная бумага, нету подслушивания этих разговоров. Тоже ложь. Тоже ложь. Потому что, если они их дают, то суд понимает, что там вообще не о том речь идет. И этот русский сам просит в суд, дайте мне эти бумаги, я их хочу. подслушивания ваших разговоров не было. Может, действительно не было, а может, ложь. Тут же палка о двух концах, да? Да. Плюс коррупционный полицейский, который по итогу сам сел в тюрьму за наркотики, за нарушения, которые он сам сделал, ему дали два, что-то такое, два с половиной года. То есть, для полицейского это серьезный срок. Ну, вот такая какая-то вот картина. Всех арестовывают, всех держат, потом сажают, полгода их держат в полной изоляции, потом сажают их за стол, и такая картина получается. Русские говорят, ну, так, а что вы делали? А что делать? Ну, раз вы не можете объяснить, что вы поделали, значит, вы виноваты. Плюс заключение прокурора, вот той, которая хотела повысить свой статус, она говорит так, у меня нет доказательств насчет этого человека, но я с уверенностью говорю, что он вполне мог быть главарем этого дела, отталкиваясь от его интеллектуального уровня и его статуса в том обществе, где он был. Ну, конечно, статус в обществе. Он сидит в тюрьме, а ему дали зэки, сами зэки, возможность представлять его над начальством тюрьмы. То есть, это называется Труэндеродет. С одной стороны, это хорошо для него, но оказалось это плохо, потому что у него статус есть. Да, Ну, понимаешь? То есть, авторитетный. Авторитетный, да, просто авторитетный, среди сюда. То есть, доказательств нет, но так как он авторитет, он мог бы это сделать. Плюс интеллектуальный, да, достаточно интеллектуальный, чтобы быть на этом уровне. На что он, конечно, возражает. Судей говорит, ну, а где же мой интеллект? А в чем он выражается? Вы же посмотрите, вы же посмотрите, как это все было. Это же полный цирк. Ну, ничего, сейчас ты можешь говорить все, что хочешь. Так, ну что, вышли обратно, вновь вернулся вот к этой лестнице красивой. Смотрите, какая красивая лестница. Вот так, мы сейчас по ней поднимемся, такая широкая, широкая лестница. То есть, представляете, как происходило самоограбление? Вот здесь вход, видите, это главный вход, да? И вот здесь они получаются, может быть, один с правой стороны, другой с левой стороны, а может быть, они оба внизу стояли, потому что третий на Шухере был, скажем так. Ага, видите здесь какое продолжение, то есть, музей такой немаленький. Это, конечно, не Лувр, да, не Третьяковка, но все равно что посмотреть здесь есть. Мы сейчас попали в очередной зал, я здесь тоже акцентировать сильно на все эти произведения искусства внимания не буду, потому что наша задача найти, где находится Ренуар, Рембрандт. Так, здесь видите, огромное количество посуды, при этом какая красивая посуда, просто реально красивая посуда, да, смотрите, обратите внимание, вообще фантастичная посуда такая. Вот так вот она называется. Еще какие-то кубки стоят, тоже красивые чайники, кубки, не знаю, какой эпохи и как это все, к чему относится, вот здесь вот все это написано. Так, а мы покидаем этот зал и мы сейчас пойдем по кругу, вот в эту сторону, вот так вот по кругу, в общем, этот музей идет, все, наконец-таки я понял, как все это, какая красота, посмотрите, вазы, напишите, есть у вас дома что-то похожее или нет, вазы какие, смотрите, огромные, огромнейшие, красивые вазы, так, эта картина точно у нас не Ренуар и не автопортрет Рембрандта, да, это миллион процентов, смотрите, вид какой на Стокгольм красивый, они не до конца закрыли эти окна, то есть они оставили и красоту Стокгольма, да, и оставили красоту самого музея, то есть ты можешь, естественно, раз ты пришел в музей, ты будешь любоваться музеями, но, но если тебе интересно, как выглядит Стокгольм, а Стокгольм же выглядит красиво, посмотрите, какая красота, но, чтобы не мешал, легкой такой, так называемый, назовем ее так, циновочкой, они это прикрыли, очень интересный стул, здесь такой, а-ля Кролевский, вот, не знаю, к кому он относится, на всякий случай, вот, покажу вам эту надпись, если будет интересно, можете посмотреть, видите, какая ваза, реально красота, и всего, когда-то стояла у кого-то дома, так, я попал в какую-то темную, в темную комнату, с огромным количеством вот таких вот мини-портретиков, да, ожерелья на шею вешают, смотрите, сколько-нибудь много, это короли, я так понимаю, королевы, лорды, графы, и, в общем, все приближенные к его императорскому величеству, много здесь можно чего изучать, думаю, на этом сейчас внимание заострять не будем, потому что, в любом случае, ни Ребранта, ни Ренуара здесь, скорее всего, утверждать не могу, скорее всего, нет, но, если вы в музей придете, сами, то вы можете вот это все более детально, скажем так, кому интересно, естественно, да, посмотрите, шкатулки, какие красивые, какие красивые шкатулки, посмотрите, просто нереальные такие шкатулочки, часы, часы, посмотрите, какие красивые часы, какое количество здесь часов висит, вообще, фантастика, смотрите, вот так вот они раньше эти часики таскали, И на самом деле они реально красивые. Скорее всего, швейцарские, наверное, я так думаю. Потому что именно швейцарцы же стали делать часы самые лучшие в мире. Их такое количество, в Швейцарии, этих часов было. То есть, представляете, эти мастера делали, 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 делали. И потом получилось так, что их просто уже некуда стало девать. Потом они начали выходить на мировой рынок. И конкуренция в том числе сделала свое дело. Естественно, качество это в первую очередь. Но также была еще бешеная конкуренция у них. И потом часики начали по всему миру расходиться. Браслеты, браслеты. Смотрите, какие броши, браслеты. Здесь тоже, видите, ожерелье какие. Это вообще бомбовое какое-то ожерелье. Еще оно сделало, оно легкое. Кажется, нужно вот такое каменное, тяжелое. Но на самом деле оно легкое. Так, а здесь у нас очень интересный ремень. Я так понимаю, там надо хранить что, нож в нем надо хранить или маузер в нем надо хранить. Но интересный ремень, да? Вот так вот выглядит а-ля армейский, назовем его так. Вот это ракушка. Посмотрите, какая красивая. Да, есть что в этом музее посмотреть. А мы покидаем эту темную комнату. Я думал, я сюда на секундочку зайду. Здесь очень много чего интересного оказалось. Вот. И пойдем искать нашего Рембрандта. Переходим в следующий зал. И что же у нас здесь? Что же у нас здесь? Здесь у нас... Ага, давайте заглянем вот в эту комнату. Это не просто комната. Это у нас гамло-библиотеки. Это гамло-библиотеки. Это значит старая библиотека. Вот так вот выглядела старая библиотека. Смотрите, как интересно. Видите, вот здесь вот поднимаешься ты по ступенечкам. И подходишь к своим книгам. А у тебя там Аристотель, Платон, Сократ. В общем, полный комплект такой, да, такой. И берешь себе то, что хочешь. Выбираешь вечером почитать. Вот. Спускаешься уже с этой стороны вниз. Садишься и читаешь вот так. Люди раньше проводили время, когда не было интернета, телевидения. В этой библиотеке Рембрандт точно с ренуаром не хранится. Поэтому мы пойдем дальше. Вот у нас висят картины. Вот здесь вот уже, я думаю, стоит более, так скажем, быть внимательным, да, чтобы не пропустить что-то интересное. И в первую очередь, конечно, не пропустить те картины, которые нужны нам. Если они вообще в этом музее хранятся, можете их сейчас вот так. Вообще нет, кто его знает. Вот. Так что будем вот так потихоньку их изучать. Сильно акцентировать. Внимания я на этих портретах не буду. Если кто-то узнает что-то для себя знакомое, вы можете написать об этом в комментариях. Здесь у нас какие-то шкафы стоят. Смотрите, какой красивый. Комод, да, так называемый. Комод же это называется? Или сервант, или комод. Вот, в общем, комоды стоят, серванты. Вот такие вот картины висят. И так, с этой стороны у нас такая уже какая-то другая, а-ля японская какая-то здесь живопись пошла. Да, тут все связано с Японией. Видите, япанская, япанская, япанская. Кошечки, цветочки. Это у нас уже висит ковер. В общем, это, скажем так, японский уголок, назовем его так, или японская стенка. Потому что вот это вот, это все Япония у нас. Вот этот ковер тоже Япония у нас. И вот здесь тоже Япония у нас, да. А Япония, как мы понимаем, это не Франция. Исходя из этого, мы понимаем, что здесь Ренуара нашего. О, какая ваза бомбическая. Ренуара нашего и Рембрандта здесь нет. Идем дальше. Так, здесь у нас вот эта статуя стоит. Потом здесь висят картины. Ага, стоп, 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 стоп. Смотрите сюда, смотрите сюда. Вот это уже что-то, вот это уже что-то. По крайней мере, похоже, да? На то, что мы ищем. Сейчас мы почитаем, что это такое. Почитать я почитал, но я здесь не вижу ничего того, что нам нужно. Ну, какой-то такой а-ля Франце оттеночек здесь есть. Но, как говорится, и на старуху бывает проруха, поэтому мы ошиблись. А это, видите, коммерсант сидит с последним айфоном. Но это точно не Ренуар, точно не Рембрандт. Поэтому будем... Так, здесь у нас интересный такой уголок. Типа какой-то ковбойский. Вестерный, да? Смотрите, типа вестерн какой-то смотришь. Так, ну что? Не вижу я здесь ничего. То, что могло бы быть хоть как-то связано с Ренуаром. Хотя, стоп, 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 друзья мои, посмотрите сюда. Просто посмотрите сюда. Но вот я же не зря говорю, что это... Вот здесь стоит атмосфера того, что мы с вами ищем. Посмотрите сюда. И если я не ошибаюсь... Ох ты, я вижу второе, я вижу второе. Смотрите сюда. Все, это они. Это они. Смотрите, вот на эту картину. Вот она, эта картина. Смотрите, сейчас мы прочитаем на всякий случай надпись. Убедимся в этом, да? Смотрите сюда. Теперь смотрим. Видите? Ренуар. Пожалуйста. Вот она. Первую картину мы нашли. Вот у нас Ренуарчик висит. Вот у нас Ренуарчик висит. Это портрет молодой парижанки. Вот смотрите. Юная парижанка, да. Ну что, вот первую картину мы нашли. Идем дальше. И теперь смотрите вот сюда. Видите эту картину? Это и есть то, что там нужно. Обратите внимание на эту картину, да? Такая типа что-то наизвестное намекает, да? Тоже французская история. Вот. Давайте почитаем. Вот смотрите сюда. Видите? Ренуар. Разговор. Conversation называется. Вот она. Френч. Пожалуйста. А вторая картина, это уже шведского художника. Она похожа на французскую тему. Вспомните, кто сможет вспомнить, на какую именно французскую картину она похожа. Но это шведский художник. Жордж Пол его зовут. А вот наша картина, это вот он, разговор, conversation. Пожалуйста. Вот она во всей своей красе. Ну что, две картины мы нашли. Осталось найти автопортрет Рембрандта. Сколько всего людей вот взяли за это ограбление? Ну, надо посмотреть, пошевелить. Примерно там 10, 23. Ну, там, по-моему, 11 в первый суд, но там второй был суд. Там не в том вопрос. Там несколько отделений, понимаешь? Там несколько было судов. За первый суд за ограбление там сидело человек 11, по-моему. Потом же попробовали вернуть, это значит, Ют Преснинг, еще одна статья, то есть вымогательство от государства денег. То отдельная была группа людей. Это как вымогательство шло, да, получается? Потом же еще там пошли дела. Вот русский сидит, сидит и сидит, не понимает ни как это было, ни что это было, сути нет уж. Никто же ему это не рассказывал. Это же как бы новое дело. Он сидит и сидит, и вдруг к нему в тюрьму, а ему все время в тюрьму поцелали к кого-то, кто мог иметь отношение к этому делу. Даже поцелали одного в акт, который стал работать в актом, охранника, в тюрьме русский, которым он знаком был до этого. И тот так прямо лез к нему, как говорится, в задницу. Друзья, да. Да, и в телефон тебе принесу, и все тебе принесу, порнофильмы на, если хочешь. И все, и все, и все. Но потом оказалось, что тот русский, который работал охранником, написал какую-то пакостную статью в Даггенс-Нюхетер об этом русском. Да. Вот этот охранник. Охранник. Ага. И он понимает, что если ему дали, за что? Ну скажи что-нибудь, вы же там друзья. А тот у него машину покупает в долг, и русский ему дает в долг. Тот выплачивает там целый год. еще что-то. Все, пожалуйста. А в статье он пишет, что невозможный этот человек. Жадный. У него одни деньги в голове. Ну как деньги, если он тебе дает в долг вещи? Ты же отдаешь их. Понимаешь, да? Да. Люди, это страшно, это самый главный враг для самого себя, это ты сам. Ну и для всех остальных тоже. Ага. Ну, короче, вот такая вот каша, и все тянется, тянется, тянется. А этот русский действительно был достаточно интеллектуальный, как это видно, там хорошо играл в шахматы. Ага. И всегда первое, второе место во всей тюрьме. Первое, второе, первое, второе. И вот сидит, играет какой-то в шахматы. Приходит какой-то швед новенький в это отделение, где он сидит. А он сидел в достаточно жестком, в жесткой тюрьме. Это, по-моему, Халь. Халь. Называется, находится в Сёдертеле. Это класс один повышенный. Класс Секерхета. И приходит один, швед тоже там за что-то дали ему какой-то цирок. Но в этих отделениях, в этой тюрьме, никто не мог прийти, у кого меньше цирок, чем четыре года. А у него, вдруг там два с половиной, его сажают в это отделение. Вот он идёт, вот там типа «Привет, меня зовут так-то так-то». «Добрый день, так-то так-то». Спрашивает, как зовут русского. Тот ему отвечает. Имя ему, значит, говорит. «Да, но я тебя-то знаю». На что ему говорит русский? «Ну, я тебя-то не знаю». Он говорит, «Ну, это не удивительно, но меня зовут так-то так-то». А тут же тяжело не сложить один плюс один. И русский складывает этот пусыль тут же. Глядя на него, узнаёт имя и понимает, что это имя он видел в деле один раз. Дело на 1500 страниц. И в этом деле было только один раз упомянуто это имя. Но оно чуть-чуть необычное. И поэтому оно заходит в голову. Он говорит, «Ага, и что дальше?» Он говорит, «Ты сидишь мое это дело». То есть этот швед этому русскому говорит, что «Ты сидишь за мою». «Ты сидишь за меня». Ага. «Ну, русский долго не думая, ему говорит, если я сижу за тебя, почему бы тебе бы не пойти в полисию и не рассказать это? А я, а ты, а мы, там начинает тык-мык. Ну, если ты такой умный, и я сижу за тебя, это говорит русский. Давай мы сделаем так. Я вот здесь, и я тут и останусь. А ты сейчас нас закроют через полчаса, и ты попросишься на так называемую П-18. 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 Такая статья. Параграф 18. Когда зэк просится покинуть отделение по собственной воле. П-18. Чтобы его перевели куда-то, в другое место, да? П-18. А тут ты можешь не объяснять почему. А тут ты можешь не объяснять. Если сила, там, ну понятно, ты тоже можешь не объяснять почему, но будет какой-то скандал, да? Да. А так без скандала ты сам себя изолируешь, все в порядке и все довольны. То есть, это возможность без скандала решить вопрос. Ага. И этот русский ему говорит, ну давай, я тебе даю сейчас возможность уйти на П-18. Все. Я не хочу тебя здесь видеть. Раз ты сиди, раз я сижу под твою статью, пускай уже буду дальше так сидеть. Но без тебя. Ага. Так все было, он ушел. Ну, если бы он не ушел, был бы конфликт, потому что неизвестно как бы окончилось бы это все. А зачем это вообще нужно было говорить? Есть предположения? Предположения всегда есть, но тогда их не было. Тогда их вообще это было-то непонятно. Фарс, понт, глупость. Ну, человек не знает этого человека. Ну, так ведь? Ты вот не знаешь о нем, что у него в голове. Ну, если бы был бы выпивший, понятно, ну идиот там что-то. А так он не выпивший, все же трезвые. Он подходит и говорит такой текст. Что же надо как-то объяснить, уметь объяснить? А чего объяснять? Ну, если я сижу, твой этот срок, да, и ты не идешь в полицию, значит, я не хочу тебя видеть. Ну, пойди, выручи меня. Я же сижу, твой этот срок. Ты же мне только что это говоришь. То есть, не я подошел к тебе и попросил. Ты же сам мне это говоришь. Ну, значит, сделай так, чтобы невиновный не сидел этот срок. Это обозначает, что ты должен пойти и рассказать, это я. Ты должен сесть. Ну, ты же на это не готов. Раз ты не готов, ну, иди отсюда. Ну, суть не в этом. Суть в том, что он ушел, его перевели в другое отделение, у которых не было контакта. И вот там проходит полгодика этого уже русского. Он сидел на одном и том же месте очень долго, порядка трех лет. Это вообще необычно. Три года на одном месте. Без нарушений, тихонечко, отсижу, авторитетно перед всеми зэками. Все понимают, что он невиновен. Ну, а что так сделать? То есть он по-мужски тянет эту всю лямочку. Ну, когда-то ж наступит, наверное, какой-то день этой справедливости, нет? Может быть. Должен наступать, да? Да, да, да. По идее должен, должен. По идее должен. Не факт, что он наступит, но жить надеждой, что он наступит, конечно, надо. И тут его переводят в то отделение, где сидит вот этот вот швед, который якобы должен был сидеть вместо него. Но о переводах всех заключенных между отделениями есть такая, ну, радио такое, это зэковское, да, которое мы уже знаем заранее. Кого переводят, куда переводят. И он уже знает, что этого русского переводят в его отделение. И он понимает, что только вошел в это отделение и увидел его, он его опять оттуда выгнал. Потому что, ну, не хочет он сидеть с таким человеком. Ну, так как он авторитетный, конечно, он его выгодит за 5 секунд. Там даже не надо силу это применять. Ну, и вот заходит этот русский в отделение через полгода после этого происшествия. И первый, кто его встречает, этот швед. И подходит, ну, чуть ли не на коленях с большой просьбой, ему говорит, пожалуйста, не выгоняй меня отсюда. Я тебе кое-что расскажу. Ну, как вот это, знаешь, золотая рыбка. Тот говорит, ну, если ты мне ничего особенного не расскажешь, что ты понимаешь, я тебе даю один день. Он говорит, все, спасибо, все отлично. И он ему действительно начинает рассказывать такие вещи, за которые стоило бы его выслушать и стоило бы его не выгонять. Ну, если бы он тогда его не выгнал, может, сейчас бы этот ничего бы не рассказал, так ведь, да? Если ты там скушал унижение над самим собой, значит, тебя можно унижать и дальше, так ли? Да. Это же законы какие-то не писанные. Поэтому он понял, что лучше здесь не шутить, лучше рассказать, как есть, и начинает ему рассказывать. И это не один день. Это целое количество какой-то там часов вместе и рассказов, которые додетально. Да. Потому что он действительно оказался одним из тех, кто участвовал в ограблении национального музея. Он действительно один из тех троих, которые вошли внутрь. Он действительно один из тех, который стоял на входе с автоматом. Угу. То есть, непосредственно участник ограбления? Да. То есть, ну, и не только он участник. Он участвовал в разработке этого всего. Организации. 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 Ну, по итогу, наконец-то, хотя бы это правда. Мы уж не говорим о том, а от справедливости, да? Мы говорим, хотя бы эта правда уже вышла на свет и проявился там, проявили, как говорится, свет на эту правду путем того, что этот швед все ему рассказал. Но не так, что он там боялся, что его там пересели в другое отделение или куда-нибудь в другую тюрьму. Вопрос не в этом был. Поначалу это так казалось, как будто бы он не хочет оттуда уходить. А потом оказалось, что в этом есть еще смысл, почему он это все рассказывал. Он хотел воспользоваться авторитетностью этого русского, плюс долгий срок. Это ни за что. Чтобы скоперироваться и отомстить тем другим участникам. Остальным. То есть у них разногласия. Тем двоим. Там страшные оказались разногласия. Ага, вот как. Там не пойми, кто кого начал уже кидать, не кидать. Так, вот здесь вот у нас тоже картинки. Вот смотрите, какая бабулька интересная, да? Бабулечка такая прикольная. Здесь такая поляна очень тоже прикольненькая. Сидишь себе так на веранде. Летом в альпийских лугах пьешь чай, кофе. А это похоже на какого-то Бонч Бруевича. Не знаю, кто это такой. Вот смотрите сами. Смотрите сами. Так, ну что, идем дальше. В общем, две картины мы нашли. И обратите внимание, как они висят. То есть даже сейчас, в принципе, да, они вот так вот висят. То есть смотрите. Видите, висят эти две картины, которые мы нашли, да? Здесь у нас продолжение этого музея. А вот здесь вот лестница, которая ведет на первый этаж. То есть смотрите, друзья мои, вот видите, это вход у нас тут идет, да? Самый низ. Пожалуйста. Вот сам музей с красивыми такими окнами. И вот буквально попадаешь сюда и добраться до Ренуара. Здесь реально пять сек, потому что Ренуар у нас несет вот в этом зале. В общем, самый умный оказался араб. Ну, умный-умный, понятие тоже такое растетяжимое. Араб с его семьей, там целый ряд. Его братья, его... Ну, ты же знаешь, если у арабов есть семья, так это не 23 человека. Это там 120, это только самые ближние родственники. Не доезжая до Сауду с Карарией. Да, да, да. Не выезжая из того квартала, где он живет, понимаешь? Ну, и вот все поехало, пошло. И, значит, тонкости были настолько интересные, ошеломляющие, что, честно говоря, даже вот мнение о некоторых людях поменялись полностью. То есть просто на 180, а мнение о некоторых не поменялись, а просто карты лягли там, где они должны были лежать. И ты уже понимаешь, почему это было так вот именно тогда, а не почему это вот... То, что они делали, это их, как говорится, логика и все. Ну, эту же логику надо еще понять. А тут тебе на стол ставят весь расклад. Ну, что, идти с этим в полицию, ну, это неинтересно. Полиция это-то не акцентирует. Они не хотят, полиция сами не хотят это дело закончить как надо. У полиции была одна цель – найти картину. Они их нашли любым путем. Путем обмана, путем там провокационных каких-то вопросов. Они их нашли. Путем даже неожиданных каких-то обысков в Америке вдруг находят конверсацию. Картина, которая повреждена, а русский владеет информацией уже после этого всего рассказа, каким образом эта картина попала в Америку. То есть, настолько тонкие детали и тонкое все. То есть, там целый ряд. Я, конечно, этих деталей зачем нам сейчас говорить? Я тебе это рассказываю в общих чертах. Дело действительно интересное. Это шикарная история. Саша, а можешь вот, допустим, с момента ограбления, вот как это произошло, вот уже то, что этот человек уже узнал какие-то вещи рассказать? А теперь ты хочешь из меня вынуть то, что я знаю. Ну, то, что возможно, да. Это же интересно. Самые такие моменты. Вот они приехали на ограбление. Почему их трое было, допустим? Или то, что они второй раз приехали, это я понял почему. Первый раз у них не получилось, была Нобелевская премия. Ну да, да. Это понятно. Вот второй раз они приехали. Ну, их вообще-то не было. Их не было трое. Были еще люди вокруг, которые, кто-то поджигал автомобили, кто-то отвечал за перевозку этих вещей потом, чтобы это не было в этих руках. Только они подъехали к пирсу где. Их уже там встречали, забрали картину, отвезли в определенные дома. То есть, их задача была на катере подъехать, зайти в музей. Забрать, отдать ящичек. Все. И они дальше пошли на улицу и идут, как будто не в черном месте. Все, понял, понял. А дальше все это делали работу. Да, да, да. И получается, вот эту организацию, тогда этот швед, который с этим русским сидел, это он разрабатывал с этим арабом и вот с этим третьим. Ну, мы говорим уже, в этом деле есть два шведа, да? Да. Первый швед, который сидел с этим русским, который сидел в «Фертруинде Родет». Да. И второй, который появился. И второй, который появился буквально через там 4-5 лет. Что-то вот такое. А, он через 4-5 лет появился. А, понял, понял. То есть, он не появился так за один день. Он же появился в 90... Нет, не в 90... В 2000 каком-то четвертом... Понял. В пятом году. Да, да, да. В четвертом, я так думаю. То есть, и буквально через год после этого произошла еще одна история, когда полиция нашла при обыске, FBI нашла в Америке при обыске одного наркдилера картину «Конверсация Ренуара». Всего три картины было? Да. Можешь перечислить, какие это картины? Три... Три грабителя. Было три картины. Не понимая их настоящей цены, настоящего... Ну, там, Ренуар. Было две картины. И одна картина от Рембрандта. Собственный портрет. Которая была даже не на холсте, а на медде. На медном каком-то кусочке. Очень маленькая картина. Которая, по итогу, выяснилось, постояла в одной арабской семье за фотографией семейной. Да, да. Запрятана. И в этой семье уже была полиция с обысками. Угу. И не нашла ее. Первый раз не нашли. Ага. Она уже была подставлена. То есть, она настолько маленькая, она была как большая фотография. Угу. Так мы так скажем, семейная, да. План был такой. Эти три от грабителя каждый себе берет по одной картине. Он их прячет. Дальше, когда все утихло, начинаются эти действия. Ну, араб оказался умнее всех или, так скажем, хитрее всех. Угу. Он в начале забрал самую дорогую картину. Он забрал Рембрандта, которая и стояла за фотографией семьи. Угу. В его или в каком-то из его окружения, в доме. Все эти годы. Одна картина попала к этому неудачнику, как мы говорим. Это Люкс Фогель, да? Стефан. Я его именно назвал, потому что это имя есть в деле. Ага. Поэтому тут нет никаких тайн. Ну, и арабское имя есть тоже. Это Сафа. Угу. Сафат Кадум. Оно тоже есть в деле. Он получил один год за помощь там какую-то. На самом деле он не является главарем. И этот швед, который русскому высказал какое-то мнение, что ты сидишь за меня. Угу. Этот тоже взял одну картину. Сафа обманывает и всех. В первую очередь он обманывает шведа, который не сел. Он же ж не сел. Вот этот, который по итогу сел за какое-то там абсолютно маленькое дело. Потому что полиция за ним все время ходила, она его видимо подозревала. Но он его обманывает. Он ему говорит, давай картину пошлем сейчас в Америку, нам уже дают за нее деньги. Он отсылает картину, никаких денег там нет. Эту картину он отвозит в Америку сам. В куртке зашитую. Это вторую уже. Но не медную. Медная же это звучит, да? Да, да, да. Когда ты там проходишь. А обыкновенный холст. Зашивает себе в куртку, летит в Америку и отдает ее туда. Отдает кому? Одному из участников тоже. Который помогал. В этом деле где-то там на стороне. Его отцу, который живет в Америке. Болгарские корни. Это тоже есть в деле. Болгарские корни какие-то у него. А сын получается болгарские, шведские корни. Сыновья здесь. Два сына. Он отдает картину туда в Америке. Денег, конечно, никаких не получает. А если получает какие-то маленькие деньги, конечно, эти деньги не доходят до этого шведа. И швед уже в обиде, как меня же обманули. И вдруг этого Сафу арестовывают. Тоже за какое-то преступление. И он тоже попадает в тюрьму. Они все все время там ходят из тюрьмы. Вокруг тюрьмы. Вокруг тюрьмы. Вокруг тюрьмы где-то рядом. Там что-то сделали в тюрьму, что-то сделали в тюрьму. А на самом деле за это дело они не получили реальных сроков. То есть ни этот Сафа, ни этот швед. А получил только один Сафа, который получил 6 лет. Он действительно был тоже один из участников, один из организаторов. Да. Ну и вот, получается, они отправляют этот Сафа, обманывают шведа, забирают у него картину, отправляют в Америку. Папа тот, который живет в Америке, его товарищи, которые тоже участвуют там где-то. Ну не в самом ограблении, а где-то. Рядом отвозят, привозят, что-то перевозят. Короче, они в курсе дела. Эти ребята. И папа-то занимается торговлей наркотиков в Америке по полной. И у него дома лежит картина Ренуара. ФБА к нему вломилась сделать обыск по поводу наркотиков. Эти обнаруживают это. Угу. Они говорят, ну что будем делать? Он говорит, спокойно, я знаю, где еще одна картина. Она у Сафы. Вы меня отпускаете, даете мне какую-то там минималочку. Потому что там грозит 15. Ага. Согласен на пять, я подставляю моих детей, но с учетом, что вы их не арестовываете. Ну, арестовываете, но не сажаете. Ага. Шведская полиция тут же, конечно, получает всю эту информацию. Работа с ФБА. Шведы говорят, давайте делаем провокацию. Делаем провокацию в Дании. И в 2005 году они делают провокацию якобы. Ну, все уже было заранее, заранее запланировано. Никаких там новостей не было. Это подставной агент ФБА, который якобы покупатель. В Дании выкупачил. В Дании, чтобы не действовали законы Швеции. Ага. Потому что по законам Швеции это провокация. Запрещено. Много других действий тоже запрещено. И этим пацанам бы дали этот срок. Ну, так как у них был договоренность с этим папой. А в Америке есть возможность сделать такие договора. Я иду на встречу. Я вам что-то выдаю. Вы мне сокращаете этот срок. В Швеции такого нет. Официально. Но неофициально есть. Чтобы не нарушать шведский закон. Да, чтобы не нарушать. Чтобы не дать этому сильную огласку. И не идти вопреки шведским законам. Они это делают на территории Дании. Законы уже не действуют. А там тоже законы. Они как-то там все это обговорили. И все. Выдают картину. Но, конечно, ни СААФа, ни вся эта команда не в курсе дела. Все это тайна от них. Они везут картину в Данию. Этот русский по прежнему сидит в тюрьме. Не в курсе дела, что чего. Ну, в 2005 году и вдруг такая информация. Нашли картину. Тот думает, ну, наконец-то. Наконец-то правду все узнают сейчас. Наконец-то меня отпустят. Еще денег дадут. Ну, да. Ну, не отпустили и денег не дали. Как ты понял, да? САФа, получается, уже и посадили, и уже вышел. Так как у него всего год был. Нет. Тот. САФа тот. Да, давным-давно. Так он уже отсидел еще за одно дело. Да, он уже за другого сказал отсидеть. Ага. То есть русский сидит свой восемь лет. Этот швед сидит шесть лет. А второй швед сколько там? Не дали ему ничего. Ему дали вообще за... Это значит, он даже не совершил еще какое-то преступление. Но за планирование какого-то преступления. Ага. Они хотели все время, все время. И САФу к этому русскому подселяли. Ага. Его тоже подселяли. Подселяли. Ага. Тоже у него был срок полтора или два года. Да, да, да. Ага. А в таких отделениях ну не сидят такие люди. Они вообще не должны там сидеть. Но его подселяли туда. Почему? Чтобы какое-то... Ну САФ оказался таким хитрым. Он даже не входил в контакт с этим русским. Потому что они и не знакомы. Ага. Они и не знакомы. Ну имя САФу было в деле. И русский понимал кто это. А насчет того шведа он даже не понимал. Потому что один раз имя там промелькнуло где-то в каком-то телефонном разговоре. Все. Мы перешли в следующий зал. Сейчас будем искать оставшуюся нашу картину. Это автопортрет Рембрандта. Смотрите тоже внимательно. Чтобы не пропустить. Потому что картин здесь много. Так вот это что-то Мане мне напоминает. Не знаю. Может быть это и есть Мане. Может это не Мане. Но точно не Рембрандт. Смотрите какие здесь интересные. Вот это все сделано из дерева. Сверху. Нет. Я думал что это кожа сверху. Но это не кожа. Это просто чистое дерево получается. Вот такой вот стул. И вот еще один такой же. Идем дальше. Стокгольм. Вот где мы сейчас гуляем. Да. Это центр Стокгольма. Смотрите. Это у нас Аполлон. По крайней мере написано что это Аполлон. Хотя как Аполлон он не очень скажем так выглядит. Не знаю. Может быть какой-то другой Аполлон. Так. Вот еще одна статуя. Вот такие здесь тоже набросочки есть. Типа акварельные такие скажем. Да. Но это не Рембрандт. Это в любом случае у нас не Рембрандт. Это тоже у нас не Рембрандт. Мебель смотрите какая здесь представлена. Так. Ну что у нас. О. Смотрите сюда. Вот эта картина кстати. Вот эта картина известная. Притом эта картина связанная знаете с кем? С королем. Эта картина связанная с королем с Карлом. Если я не ошибаюсь. Это война и здесь Карла убили. Я могу ошибаться. Но мне кажется что это именно так. Кто помнит что там более подробно было пишите. В общем эта картина она реально известная. И смотрите какая она огромная. Она просто огромнейшая картина. Вот. Ну и все. Больше я здесь ничего не узнаю. Это тоже та же самая тематика. Но уже в таком мини вариантике. Но вот это реально огромная картина. Сейчас мы почитаем как она называется. Вот видите Карл. Да. Вот то что я говорил. То что я вам показывал. Вот с Карлом это связано с королем. Вот он видите. Убитый уже. И солдаты несут его. Более подробно кому интересно можете почитать. Картина конечно очень известная. Но это не то что нам нужно. Потому что нам нужен Рембрандт. Вот это точно у нас. Это не Рембрандт. Это тоже у нас не Рембрандт. А это у нас Роден. Это тот который мыслителя изобразил. Помните мыслителя. Но мыслитель хранится во Франции. А этот хранится у нас здесь в Стокгольме. Вот такой вот Роден. Так идем дальше. Ага. С этой стороны у нас северное сияние. Я так понимаю. Не знаю что это за место представлено. Но в любом случае это наверное Лапландия. Да. Какая красивая ваза здесь тоже. Так мебель. Непонятно где она правда открывается. А вот здесь она открывается. Видите вот здесь вот ключик. Ключ вставляешь. И вот так вот ее на себя открываешь. Стул какой. Не знаю для кого это стул. Но очень странный такой стул. То есть здесь он совсем узкий. Посмотрите какой он узкий с этой стороны. И какой он широкий с этой стороны. Но видать мода такая была. С этой стороны у нас тоже висят картины. Но это в любом случае не автопортрет Рембрандта. И это тоже не автопортреты. С этой стороны у нас мальчики. С этой стороны у нас девочки. Вот. А мы пойдем дальше. Так переходим в следующий. О вот это я думаю вам интересно будет. Обратите внимание. 1920-1965. То есть уже такая а-ля современность назовем ее так. Мне кажется что в этом зале будет много чего интересного. Что вам показать. Вот смотрите. Уже начало. Просто начало. Вентилятор какой. Красивый же вентилятор. Вот это похоже на портрет Анны Ахматовой. Ну как похоже так. Грубо похоже да. Вот это тоже похоже на Булгакова. Так идем дальше. Это у нас уже а-ля Пикассо. Вот. Но это не Пикассо. Но это типа а-ля. Это два ковра. Так. С этой стороны у нас чайники. Какие-то термосы. Смотрите. Вот это же термос. Вот вазочки. Штука. Не знаю. Для льда. Для шампанского. Ну в общем. Вот что-то в этом роде. Вон чайники. Эти два вида чайников. Такой графин стоит. Вот это и своеобразная такая лопатка. Не знаю что она делает. Для чего она. Фен. Посмотрите какой фен прикольный. Так. Часы. Фен. Фотоаппарат. Телефоны вот такие. Вот это я не знаю что такое. Но напоминает в Ватикане то что. Памятник. Стоит. Земле. Который. Ну правда здесь что-то другое. Но такая почему-то у меня сейчас ассоциация возникла с этим. Вот здесь у нас вот такие стулья. Это уже мебель пошла. Видите. То есть деревянные. Деревянные. Потом уже на металл переход идет. Здесь тоже уже металл. Формы меняются. И в конечном итоге что-то такое. Здесь у нас картины. На одной картине представлена ратуша. Здесь комод такой стоит. Кресло. Притом красивое кресло. Сзади висит ковер. Часы. Так. Еще один портрет какой-то женщины. Где же наш Рембрандт. Но в любом случае Рембрандт здесь храниться не может. Скорее всего получается Рембрандт. Телевизор смотрите. Сзади. Получается что наш Рембрандт. Я так полагаю хранится наверху. Потому что вот в этом зале. Девятьсот двадцатые. Тридцатые. Сороковые. Пятидесятые. Шестидесятые. Это все. Года представлены. Давайте мы здесь больше задерживаться не будем. Потому что в этом просто нет смысла. Вот здесь разные эти мясорубки. Швейные машинки. То есть уже такое. Современная такая тема пошла. Да. Обратите внимание на этот пакетик. Молочный пакетик. Да. Вот кто помнит такие пакетики. Вот этот молочный пакетик придумал швед. Вы естественно спросите. Откуда я это знаю? Что его придумал швед. Да. Вот этот пакетик. А я это знаю. Потому что у нас есть канал. Который называется. Коктейль Знание. И на канале Коктейль Знание у нас сотни. просто сотни-сотни-сотни видео с такими разными интересными вещами в том числе и кто придумал вот такую молочную пирамиду переходим в следующий зал уже будем здесь заканчивать это уже такая аля современности нас идет видео шоколад марабу здесь представлен машинка старых уровня вот так вот писатели сидели с такими машинками и писали свои романы до интересные книжки писали вот сейчас же все уже перешло в телефон вот эта красота вот эта красота вот это фантастика смотрите телефоны какие о мамами я посмотрите на этот этаж т-28 если я не ошибаюсь да или как он назывался вот вы смотрите откидывающийся такой да да точно точно т-28 просто бомба просто бомба а это же iphone просто фантастика в общем вот такие здесь экспонаты представлены вот но этот неубиваемый nokia я думаю про него рассказывать не надо но вот этот конечно красавец нажимаешь на сбоку выскакивает когда-то это было что-то невероятное в общем вот такой вот зал вообще здесь чем дальше идешь тем более современнее все становится странно что они еще и нафте не запустили новую фишку смотрите какой мотоцикл мощный такой надо будет им предложить свои и нафте может быть новый отдел откроет национальный музей швеции делать действительно такое запутанное очень много нюансов эти все нюансы потом легли на стол и картинка была не очень то есть картинка была такая говорю абсолютно как это есть то есть шведская полиция просто не хотели это дело сделать как надо они сделали огромную ошибку поначалу посадив невиновного и теперь чтобы исправить получается тут не вопрос о нескольких людях вопрос только об одном если бы о нескольких если бы они были чисто шведы может быть бы это дело и начали копать ну так это русский с немножко криминальным это прошлым потому что сам сидел за контрабандой сигаретами поэтому на него никакой реакции этот русский попробовал с этим делом потом с этими всеми знаниями попробовал обратиться к известным очень журналистам был такой ростом как же его нет нет не помню имя фамилия просто это тот шведский журналист который помог томас квик который на себя взял десятки убийств которых он не совершал это психически не неустойчиво и он взял на себя эти преступления и шведская полиция просто переписала на него и и обрадовалась что якобы все эти дела были закрыты они были просто тупо списаны на этого томаса крикой томас крик бывший уже ненормальным сидел в тюрьме он не сидел в общем-то в тюрьме он сидел в в отделении для психически нездоровых но это тюремная как бы отделе без права у него там был это пожизненно этот ростом помог ему достичь правды то есть это сильный журналист добился добился первого суда и умирает и умирает от рака и получается этот русский выйдет из тюрьмы дает ему интервью он еще был жив дает интервью рассказывать все факты то говорит сейчас я только окончу дело с тумас криком и возьму тебя с тумас криком он не оканчивает но начинает и уже потом это пошло автоматически тумас крик на 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 свободе сейчас ему компенсировали огромные деньги все остальное то есть он хотел взять этого русского то есть он даже и не псих был оказал их он был а псих мы просто но псих же не должен сидеть в тюрьме а тот сидел в тюрьме потому что за убийство ну то есть псих за убийство это что-то тюрьма ну вот такой псих он как бы тихий страны псих и мыши мыши не знаем они идут улыбаются у него в кармане нож а он улыбается так же этот улыбался улыбался грядя убил того я убил того а почему он под мнением таким сильным был от полицейских допросов он сам на читается дело начитается информация из газеты идет полицию горит это я вот как здорово как это было а тот горит все что было написано в газетах и полиции в раз одно дело на него повесили второго это все массовый убийца оказался просто псих понимает но также с этим русским русскому как говори сейчас я кончу дело с этим стихом возьму тебя и умирает от рака очень был толковый но известный такой вот имя дай мне бог вспомнить его имя но фамилия ростом это необычная фамилия для шведов конечно же было также давно все картины вошли да картины все нашли первую нашли буквально через несколько месяцев потому что к этому и делать где делу имел по линии шведа этого неудачника по этой линии у каждого было какой-то бакап понимаешь то есть и у шведа и у второго шведа и у этого араба то есть они все имели они не так что волк одиночка да тот имел поддержку всего там рынки бы всего там вот этих всех районов дальних там он уже известный был там грабитель то есть ему помогали очень многие этот швед уже как-то себя интегрировал в эту криминальную структуру у него очень авторитетный криминал один был оказывается который по итогу оказалось он финансировал все это и давал деньги да он финансировал все это он давал деньги на лодку на оружие на эти все транспорты это же надо было все оплачивать там чтобы лодку потом это купить чтобы машину купить которую будут жечь то есть какие-то мелкие там жулики бегали вокруг конечно суетились они что же денег хотят это вам все оплачивать по линии по линии от стефана по итогу этого убили тоже мафиозники разборки между югославом и этим мафиозником были вообще убили в центре города автоматной очереди там чуть ли не разделили на несколько частей вы просто постояли над ними так лупили как лопатой били знаешь достаточно тоталитетный был такой бандит он финансировал а по линии этого от шведа который вот пришел к русскому начал ему рассказывать что ты отстеживаешь мою моей щитка лучше какой-то такой одиночка он потом потом он даже взял на себя такую такую такое дело пошел чтобы убить кого-то какого-то от 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 графа за деньги его бывшей жены или там любовницы который якобы заплатила какую-то сумму чтобы убить этот от графа отомстить так он даже подумал что он в состоянии убить кого-то он пошел но он его не убил он ранен но получил 10 лет за это по моему тоже отсидел то есть они все время выходят заходят приходят у них тюрьма это как бы такое место где не чуть-чуть отдохнули потом пошли дальше ну не чуть-чуть то десять лет то полтора два то там шесть восемь сафа потом ограбил самое было большое это ограбление банковского государственной банковской конторы это монетный двор очень непонятно какое количество миллионов они туда вынули на вертолете это известное грабление то есть они все профессиональные преступники особенно этот сафа после у него все что он делал это было более-менее удачно этот там неудачи все что он делал ничего не получилось после этого после этого дела что она сидел 6 он тут же вышел и тут же попробовала грабить банк это же на лодке откуда я фантазии этот вот шведка который ну не сел за ограблением национального музея потом пошел кого-то как хотел убить за день получил 10 лет они все там чокнутые понимаешь команда ух команда серьезная серьезная да и ведь это серьезно как этому относиться тоже непонятно но как можно так вот человека там попросить ну пойди в полицию расскажи человек сидит за тебя уже же нет на такое понятие взять на себя но что тем более этот русский отсидел ему не никто не ничего ни за что нет не отблагодарил не извинился даже то есть русский отсидел весь срок 8 лет на куда ему деваться если полиция его не не хочет оправдывать если эти горят преступники там не пойми как они сами вообще выжили все это время ну конечно никто его не хочет не извиниться не полиция а если полиция будет извиняться дайте денег там быть миллионов 78 с учетом девальвации сейчас все все 10 раньше там платили миллион за сейчас наверно миллион от 200 миллион 300 за от себя переиграть это нельзя допустим тот же коррумпирован полицейский там был тоже много а что он будет что пойдет этот коррумпированный говорит а мы все подставка все мы не понимали он него просто посадили все говорили этому русскому на на допросе говорит его его дознаватель на допросе говорит ему такой текст да мы конечно не уверены что это ты но ты был неправильное место неправильное время и с неправильными людьми факт а ничего не скажет да действительно нож не обозначает что нам надо давать давать больше все ну суть такая что сейчас они его сделали вообще главным организатором да отделали главным убрали с пробега за какие-то может быть старые вещи которые они не могли доказать не хотели доказать не было в состоянии или догадывались что-то там какая-то меч должна быть не может же бы так взять растоптать человека но нет же как-то так так ну что друзья мои мы побывали на этом втором получается этаже где нашли ренуара да то есть две картины ренуара мы нашли сейчас нам осталось найти рембрандт если он есть я его там не нашел не знаю может быть мы его пропустили но мне кажется что его увидел бы да вот смотрите какая красота здесь у нас представлена вот такой ну музей красивая красивый музей так и сейчас пойдем посмотрим здесь есть ли здесь у нас наш рембрандт а я знаете что то моя думаю что рембрандт наш как раз таки здесь есть но посмотрите сюда ну конечно рембрандт здесь есть но давайте будем по чуть-чуть изучать картины здесь висят здесь уже видите другая эпоха представлена тем более не стоит забывать что рембрандт у нас не француз он у нас голландец очень интересная вам покажу тему смотрите ковер какой интересный как они расположили я не знаю почему они его так расположили но скорее всего возможно изначально он так был до в каком-то у кого-то в замке там не знаю вот и они вот таким образом это я предполагаю сейчас могу полностью ошибаться и вот они вот таким образом как бы перенесли очень красивый посмотрите сюда посмотрите как они его сделали не знаю сколько лет это все происходило но это конечно фантастика и также что у нас тут еще вот здесь еще тоже ведь здесь тоже ковры эти представлены близкого показываю чтобы вы могли рассмотреть если вам интересно вы знаете как они это сделали то есть просто тонко-тонкая работа на смотрите тонко вот реально издалека смотришь это одна история а вот так вблизи когда смотришь это другая история но и вблизи и издалека общий план на смотреть вот когда красиво она в любом случае красиво как ни крути реально фантастика смотрите давайте еще раз покажу общий план я перехожу в следующие залы вот в этом большом зале я рембрандта не нашел возможно вот там где-то запрятаны не знаю но пока я его не могу найти хотя здесь уже голландские художники итальянские художники в общем новая история посмотрите на это разве это не красота вот так буду вам зал за залом показывать чтобы общее представление имели что здесь как еще один зал красивые ваза такие ну что переходим в еще один зал посмотрите что у нас тут творится как это типа аля плащевица туринская ну типа я так думаю что то в этом роде не знаю что здесь изображено давайте посмотрим ну здесь одним словом идут библейские такие мотивы со всех сторон где же наш рембрандт где же наш рембрандт ведь это такой трептих так называемая представлена это как уже можно сказать уже здесь к иконом переходит живопись так но давайте еще одну заход сделаем здесь тоже у нас представлены иконы и вот все в таком стиле здесь вообще реально мне кажется все эти иконы эта комната получается отдельно чисто по иконописи вот это все иконописи иконописи и обратите внимание смотрите сюда здесь купол а здесь представлены эти произведения искусства но рембрандта здесь нету где наш рембрандт я не понимаю где рембрандт так ну что это уже другая волна пошла натюрморт очень красивый такой натюрморт это сыр получается в середине да да точно это сыр красивый натюрморт даже делся наш рембрандт да я думаю что может быть вот в этом зале наша рембрандт будет храниться потому что ну вот все уже намекает на то что здесь должен храниться рембрандт да вот просто все уже намекает единственное здесь картины ночной дозор здесь не висит но здесь и не может висеть да но рембрандт автопортрет так секундочку секундочку вот это что такое нет это у нас не рембрандт это у нас что-то другое так 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 ну что буду вам показывать ладно пока я буду смотреть рембрандта вы смотрите на картины вообще рембрандт она должна быть маленькой картины как вы поняли уже да то есть она небольшая вот такую небольшую картину мы сейчас с вами и ищем естественно вот это все значит нам не подходит в общем здесь висят и голландцы и французы тоже потому что здесь вот видите франк реки написано то есть это у нас франция представлена получается с этой стороны в общем в основном все здесь по библейским мотивам связано но ниже наш рембрандт ос просто посмотрите сюда просто друзья мои посмотрите сюда и не говорите что вы не узнаете этого человека обратите внимание самое интересное самое интересное смотрите они его убрали за стекло притом за глубокое стекло видите смотрите какое глубокое стекло то есть он внутри у них находится я не знаю бронированное это стекло или не бронированное но факт том что рембрандт вот этот автопортрет таро брат видео он реально маленький посмотрите какой маленький я думал чуть-чуть все таки побольше будет а он реально маленький теперь понятно почему его так легко прятали за какой-то семейной фотографии так давайте сейчас на всякий случай мы проверим чтобы это был рембрандт чтобы как говорится осечки у нас не вышло пожалуйста рембрандт вот он этот автопортрет вот он наш рембрандт смотрите как он смотрит посмотрите как он смотрит как он смотрит как сквозь века да он смотрит вот это есть искусство вот это есть мастерство даже да не то что искусство именно мастерство посмотрите как он смотрит такой вот рембрат ну что рембрат нашли мы тебя дружище держись поместили тебя за стекло как монолизу ну что я думаю что больше нам здесь смысла ходить нет в общем то я вам музей весь уже показал и самое главное что мы нашли 1600 года и самое главное что мы нашли рембрандта будем идти назад теперь смотрите где висит рембрандт и где находится входная дверь но по крайней мере сейчас висит я не знаю где он висел во время этого ограбления то есть получается рембрандт у нас висит на третьем этаже но дойти до него опять-таки если мы берем вот то что сейчас до буквально тоже пять сек как говорится вот смотрите я уже спустился на второй этаж я уже спустился да а на втором этаже у нас висят две картины ренуара до них дайте тоже в принципе те же пять сек вот здесь вот они получается зашли один стоял на шухере скорее всего где-то вот здесь вот стоял двое поднялись вверх и быстро совершили это ограбление естественно они конечно знали что они хотят брать то есть именно вот эти маленького размера да то есть самые дорогие скажем так и самые маленькие насколько это возможно ну я так предполагаю пишите свое мнение вот такая вот история вот такой у нас национальный музей швеции вот здесь все эти события и разворачивались ну я тебе рассказал такие в общем то основные нюансы всего было ты же сам про понимать было очень много тонкостей которых есть и полностью все раскладывают этот пузырь мы не разложим за полчаса за час там но это долгая история конечно желательно этот русский существует он есть он жив конечно помочь в этому делу надо необходимо это я считаю что это правда всегда должна быть впереди я так считаю я не знаю я может быть это наивный чем больше людей об этом узнаете лучше но узнают лучше то я могу тебе сказать вот мой сейчасшний рассказ который сейчас мы сидим и просто дискутирует без то без точности каких-то вещи я даже не назвал имя этого шведа который подходил в тюрьме капитану русскому так который потом выгнали который потом все это рассказал зачем но имя же есть то есть те имена которые были в деле пожалуйста вот они их может их может прочесть но этого имени не было как бы если он сам не пойдет сам не скажет зачем же да получается мы его хотим ломить или там типа принудить каким-то фактом не по человек это должен делать сам хочешь пойди сделай не хочешь что ты здесь вертися под ногами уходить вот и все все так просто мы достаточно имели дело с дураками с нелепостями какими-то в жизни несправедливостями надо же когда-то научиться все таки жить правильно а иначе зачем мы живем чтобы что делать ошибки даже пока не умер до умер и все весь в говне типа да надо так жить чтобы никто не мог потом тебе сказать ты не прав был а если кто-то и говорит не про овсянем давай обсудим в чем поэтому всегда в жизни эта правда она только одна а лжи много и вот конечно вот этой одной одной правде тяжело пробиться через эту всю ложь ну если это правда может пробиться через эту всю кучу лжи значит все таки это стоило того так поэтому этот мой рассказ не потому что там на надежда что кто-то под спот и будет копаться об этом знают все вот эту историю знает полиция те же обвинители которые были в деле они все прекрасно знают да может они действительно верили с первого дня что этот русский виноват да верю в это но с годами было понятно что нет даже через пять лет после того как это все было по 2005 ну там почти пять лет там четыре с половиной даже тогда уже было понятно как обстоят дела так но полиция это не хочет возвращать пятно неправильно все огромное количество налоговых денег которые пошли не в тот путь ну это ж уходило больше денег чем оно того стоило ну картины оцениваются как ну с учетом их оригинальности с учетом их там каких-то экземпляров в мире количество нарисованных картин и общего какого-то мнения об этом артисте так ли об этом об этом художнике ну там их отценили в каких-то там 40 миллионов долларов на тот момент сейчас они бы может уже стоить 500 ты же видишь как все обменяется и цены и все им главное было цель картины люди там судьбы абсолютно безразлично вот и все такое где-то мое отношение к этому ну вот так вот здесь еще вопросик есть спасибо большое очень интересная история я думаю понравится ну в принципе да я думаю что будет будет очень очень много интересных отзывов типа таких так это ж он сам ложь полиция не ошибается есть очень много наивных людей очень много очень много людей которые действительно верят в искренность работать в полиции но мы то которые ну нам уже лет уже много нас уже не обмануть мы то видим как это все верить только нужно самому как себе идеального нигде нет просто где-то больше где-то меньше но конечно везде конечно мы говорим там в России в Украине кто-то чего-то кого-то преследует да ребята здесь то же самое если ты им не нужно найти тебя просто ты растопчет потом есть директивы по линии СЭПОС которые говорят если какой-то из иностранцев ну сейчас русские там арабы все что угодно если эти люди начинают быть богатыми и начинают иметь уже какое-то место в этом обществе их надо обязательно убрать от пробега потому что не знаем какую линию они выберут когда они действительно достигнут какой-то определенной власти они могут попробовать даже поменять всю систему всю экономическую систему политическую в этой в этой стране и вот достиг какого-то уровня как бизнесмен как человек как личность ходи и будь осторожен да да это максимум этот уровень дают потом уже все если ты вдруг захочешь перейти этот уровень что-то еще неизвестно как это все окончится ну так наверное было с этим русским все спасибо тогда и вам еще раз привет всем гражданам по чанге большой вам привет смотрите какой снег у нас сегодня в стокгольме вот такая погодочка песня есть такая снег да чего красивый снег я по снегу как во сне в старый город убегу а дальше а на том берегу нет уже не та петь где ромашки цветут или не ромашки это уже закончился снег началась весна А в сердце должна быть весна а на улице может быть и снег это не играет роль как остров Тенериф остров вечной весны чтоб на сердце был а снег можно дести сколько хочет а снег может быть в горах там же есть горы там самая высокая гора кстати в Испании на Тенерифу высокая точка там же это деревня Вилло Флор самая высокая деревня Испании да я помню как называется это гора кстати Вулкан Тейда, да. А, вот это она и есть. Это же моя родная город. Ты ее хочешь купить? Нет, 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 мы остров будем брать. Другой. Тенерифы мы оставим в покое, да. Мы будем брать другой остров. А то я думал, если надо десант на Тенерифу, то давай. Нет, 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 у нас свой десант, все полностью под контролем будем держать там. Все будет как положено. В общем, вот такая вот у нас красивая осень. А дальше текст на той песне? Ага, давай. Всем в этом мире нужен друг, Нежность рук и ласка губ Заслоняющих беду И так далее. Полная патчанга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok